Особенности 3 недели беременности. Не стоит путать акушерский срок с 3 неделей беременности от зачатия, потому что происходит на данном этапе уже более сложное развитие. Плода внутри матки, формируются зачатки всех органов, выделяется плацентарный слой. За точку отсчета берется день начала последней менструации, первые 2 недели – это подготовка организма к предстоящему оплодотворению. И 3 недели беременности – это как раз движение оплодотворенной яйцеклетки к месту своей постоянной дислокации и закрепления в полости матки. Общепринятая система подсчета времени беременности – акушерская. Развитие плода на 3 недели беременности. Различить в маленьком комочке клеток малыша пока трудно, пройдет не одна неделя, прежде, чем вы отчетливо увидите личико, ручки или ножки ребенка. Однако, сам процесс зарождения и развития новой жизни просто удивительный. Приблизительно в конце 2 недели произошла встреча сперматозоида с яйцеклеткой и образовалась новая клетка – зигота, далее запускается. Процесс деления и образования новых клеток, причем у каждой своя задача, одновременно с делением, зигота совершает еще одно задание. Продвигается по фаллопиевым трубам к матке, так вот, моментом наступления беременности считается время, когда зигота прикрепится к стенке матки и, в прямом смысле, вгрызется в нее, интересно. На сроке 3 недели беременности размеры плода мизерные – это 0,3 грамма и 0,2 миллиметра. Но уже к 4 неделе беременности эта крошечка увеличится до 1 миллиметра в длину при весе 1 грамм. К концу 3 недели зигота должна закрепиться в матке и с этого момента будет переименована в бластоцисту, из которой позже и будет формироваться эмбрион. Самочувствие будущей мамы с момента закрепления зиготы и активного обустройства ее в матке, могут проявляться первые симптоматические признаки беременности. Смотрите статью, когда появляются первые признаки беременности и GT, и GT, и GT – подмигивающее лицо. По сути, для вашего организма плод – это чужеродное тело, которое не отторгается только благодаря гормональной перестройке. Прежде всего, у вас увеличивается уровень гормона прогестерона, как это сказывается на вашем самочувствии. Вас не покидает чувство сонливости, вы быстро утомляетесь, кроме того, все процессы в вашем организме замедленны, такой гипобиоз. Необходим на начальной стадии беременности, так как в этот момент ваш организм перестраивается и ему нужны для этого колоссальные силы. Вместе с общим чувством расслабления, расслабляются и все мышцы и ткани, даже замедляется процесс пищеварения, вот почему, буквально. На первой неделе, после оплодотворения, вы можете заметить выросший живот на трех неделе беременности, вот только причина – не подросший. Эмбрион, а газы, вызывающие вздутие живота, статья по теме, болит живот – признак беременности и GT, и GT, и GT – подмигивающее лицо. А вот смена пищевых предпочтений и повышенная чувственность на запахи возникают из-за повышения эстрогенов, как правило, токсикоз. На трех неделе беременности еще не проявляется, но вы можете почувствовать отвращение от пищи именно из-за ее ярко выраженного аромата. Тем не менее, уделять внимание правильному питанию нужно с самых первых недель беременности. Именно они определят здоровье будущего ребенка. О тонкостях и правилах питания при беременности, читайте в книге «Секреты правильного питания для будущей мамы» и GT, и GT, и GT – возможно. Вы почувствуете, что у вас болит грудь. На трех неделе беременности такое возможно, но если у вас периодически набухали груди перед месячными или в период овуляции, то вы можете просто не обратить внимание на данное изменение. Грудь на трех неделе беременности может еще и не измениться, учитывая малый срок. Признаки беременности на сроке три недели Если у вас уже не первая беременность, то описанные признаки беременности на сроке три недели вам будут знакомы, их можно спутать разве что с предминструальным синдромом. Головокружение или головные боли, быстрая утомляемость, чувство сонливости, набухание груди, смотрите статью «Грудь на ранних сроках беременности» и GT, и GT, тянущие боли внизу живота, тошнота, причиной которых может стать любой ярко выраженный запах или экзотическая еда. Запоры и вздутие живота, более частые позывы к мочеиспусканию, резкая смена настроения. Эти симптомы могут проявляться, как в комплексе, так и полностью отсутствовать, учитывая ранний срок беременности. Выделение. Кровотечение. В большинстве случаев, выделения на трех недели беременности еще не видоизменяются. В норме, прозрачные выделения без запаха в малых количествах, если на данном этапе уже произошло прикрепление эмбриона, то данный процесс может сопровождаться скудными коричневыми выделениями, на трех недели беременности они называются имплантационными выделениями. Опасения должны вызвать обильные кровенистые выделения, когда при этом еще и болит живот. На трех недели беременности это патология, нужно обратиться к врачу. Обследование на трех недели беременности. УЗИ на трех недели беременности, явление редкое, назначается в случаях искусственного оплодотворения или при патологиях внутренних органов. Иногда назначается при жалобах, что постоянно болит и тянет живот. На трех недели беременности такое обследование может выявить внематочную беременность, когда плод закрепляется в яичнике или трубах. Так и не дойдя до пункта назначения. Рассмотреть и оценить развитие самого плода на сроки 3 акушерская неделя не предоставляется возможным. Эмбрион на данном этапе – это просто скопление клеток. На трех недели беременности фото плода будет выглядеть вот так. Определение беременности – одна из главных задач обследования на 3 недели беременности – это констатация самой беременности, как таковой. Один из методов – сдача крови на ХГЧ. В конце 3 недели беременности, зигота переходит на новый этап развития и трансформируется бластоцисту, так вот на этом этапе и начинает выделяться гормон ХГЧ или хорионический гонодотропин человека. Его задача – не дать образоваться новым яйцеклеткам, а происходит это, благодаря повышенному уровню эстрогена и прогестерона. По сути, также работают любые противозачаточные таблетки. Уровень ХГЧ начинает увеличиваться на 3 недели беременности. Тест на беременность, который реагирует на повышение ХГЧ, даст правдивый результат только к концу 3 недели беременности, поэтому сразу же после полового акта бежать в аптеку не нужно, идеальный вариант для тестирования – это 4 недели беременности. Осмотр специалистам. Матка на 3 недели беременности несколько увеличивается в размерах и опытный врач может это заметить. Анализ на иммунодепрессант, который вырабатывается в материнском организме, с целью предотвратить отторжение чуждых ему клеток, которыми, по сути, являются мужские белки. Такой вид определения беременности имеет 100% точность и применяется уже через день-два после оплодотворения, однако, сам процесс выявления иммунодепрессанта в крови сложный, поэтому данный метод дорогостоящий. Еще один метод определения беременности – физиологический – это отсутствие критических дней в положенное время. Но для этого необходимо подождать еще одну неделю, если ваш цикл составляет 28 дней. Узкие вопросы беременности. Первые недели беременности крайне важны, как для вашего организма, который ожидают колоссальные нагрузки перестройки, так и для будущего ребенка. На сроке 3 недели беременности – все, что происходит с малышом, зависит от вас, его еще не защищает плацента и иммунитет, поэтому любая инфекция или простая простуда могут быть губительными. Простуда на 3 недели беременности – идеальный вариант, это профилактика заболевания. В первые недели идет закладка вех органов плода и любое отклонение – это катастрофа. Не случайно природа наградила вас быстрой утомляемостью и сонливостью, воспользуйтесь возможностью и поваляйтесь это время дома. Небольшой отпуск пойдет вам и вашему малышу только на пользу. Температура на данном этапе у вас может быть постоянная температура тела 37 градусов. Кстати, эту физиологическую особенность даже Выделяют, как один из признаков беременности, читайте статью «Температура», как признак беременности и GT, и GT, и GT подмигивающее лицо. Главное – различать, где повышенная температура, простая физиология, а где – сигнал о заболевании. Помните, что большинство лекарственных препаратов и, даже гомеопатических, имеют противопоказания к применению во время беременности. Также, читайте статью по тему «Простуда при беременности и GT, и GT, и GT». Секс-3 Акушерская неделя беременности не имеет никаких ограничений в плане сексуальных отношений. Отказом от секса может послужить разве что ваше самочувствие, утомляемость или тошнота. Алкоголь на трех недели беременности медики единодушны, алкоголь во время зачатия и развития плода категорически запрещен. Как он повлияет на деление клеток и закладывание органов, неизвестно. Патологии могут быть заметны только спустя месяцы, но рисковать ради бокала вина не стоит. Особенно восприимчив к внешнему воздействию малыш в первые семь недель внутриутробного развития. Подробнее смотрите в статье «Один триместр беременности и GT, и GT, и GT». Образ жизни на трех неделе беременности. Здоровый образ жизни, активный, но в меру, качественное витаминизированное питание – это главные требования для вынашивания и рождения здорового малыша. Относительно занятий спортом, сам организм подскажет вам, что нагрузки нужно уменьшить. Идеальные виды спорта на период беременности, плавание, который поможет справиться с тянущими болями и отечностями, фитнес, он пригодится. В период родов, дыхательная гимнастика, обратите внимание, что алкоголь – вредные продукты, копчености и консервы в данное время в зоне табу. Вам нужно пить достаточно воды, лучше отказаться от кофе и крепкого чая. Подробно смотрите в статье «Можно ли пить кофе при беременности?» ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ – подмигивающее лицо, в вашем меню должны быть мясо и молочные продукты, овощи и фрукты, каши, рыбы и бобовые, орехи, вы должны ввести в рацион продукты, богатые на йод, фолиевую кислоту и витамины группы А, Ф, С, Е, чтобы избежать вздутия живота и ощущения тяжести. Пищу нужно кушать небольшими порциями, но чаще, читайте статью по этой теме «Вздутие живота на ранних сроках беременности». ИДЖИТИ, ИДЖИТИ, ИДЖИТИ – подмигивающее лицо, не забывайте про перекус, берите с собою на прогулку или работу орешки, йогурты, соки и галетное печенье. Будьте здоровы, берегите себя, могут ли при беременности быть месячные.